Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на своей лекции по теме «Механизмы защиты прав человека». В ходе сегодняшней лекции мы рассмотрим следующие вопросы. Понятие прав человека, международные механизмы защиты прав человека, механизмы защиты прав человека на национальном уровне. И в конце лекции я представлю вам практический пример по защите прав человека посредством обращения к уполномоченным по правам человека Республики Казахстан. Прежде чем мы перейдем к лекции, я бы хотела задать вам вопрос. Права человека. Как вы понимаете это понятие? Какие это права? Обычно права человека ассоциируются у нас с наиболее фундаментальными правами, такими как право на жизнь, свобода передвижения, право на гражданство. Конечно, полный перечень прав и свобод человека, а также его обязанности, регламентируется каждым отдельно взятым государством в своем законодательстве. Но, тем не менее, существуют определенные фундаментальные права, которые являются настолько неотъемлемыми для осуществления полноценной жизни человека, что они также регулируются международным правом. Данные права по своему характеру являются универсальными и всеобъемлющими. Что это означает? Универсальные права означают, что по содержанию они должны быть одинаковы вне зависимости от политического режима, формы государственного управления, формы государственного устройства, в которые относится человек. По всеобъемлющему характеру права и свободы человека должны принадлежать в равной степени и мужчинам, и женщинам, вне зависимости от их национальной, религиозной, политической, этнической и социальной принадлежности. Существует ряд международных договоров и конвенций, которые закрепляют основные права и свободы человека. В частности, это Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция против пыток и многие другие. Важно отметить, что эти пакты и конвенции являются универсальными, потому что их положения признаны наибольшим количеством стран в мире. Важно отметить, что из 14 основных договоров по правам человека Республика Казахстан ратифицировала или присоединилась к 12 договорам. Таким образом, наша страна приняла на себя обязательства по соблюдению наибольшего количества договоров в области прав человека. Сейчас, если мы обратимся к содержанию прав человека, необходимо выделить, что существуют права абсолютные, в отношении которых не допускаются ограничения ни в коем случае, а также те права, в отношении которых возможны отступления. К абсолютным правам относятся такие права, как свобода от пыток или жестокого обращения, свобода от рабства и работорговли, право на презумпцию невиновности, а также право на справедливый суд и так далее. В то же время, как я уже говорила, существуют права, в отношении которых допускаются ограничения. Но при этом ограничения должны быть строго установлены законом, а также эти ограничения должны вводиться с целью соблюдения государственной безопасности, общественного порядка, морали и нравственности и здоровья населения, а также защиты прав и свобод других людей. К таким правам непосредственно можно отнести право на свободу выражения мыслей, на свободу, на осуществление религиозной деятельности и так далее. Если вы желаете ознакомиться более подробно со всем списком международных договоров в области прав человека, а также с их содержанием, я рекомендую вам обратиться на сайт Организации Объединенных Наций, а также на сайт Управления Верховного Комиссара по правам человека. Верховный Комиссар по правам человека – это специализированный орган Организации Объединенных Наций, которому поручено координировать работу по защите прав человека во всей системе ООН. Также важно отметить, что современная концепция защиты прав человека сформировалась сравнительно недавно, а именно с середины прошлого века, то есть это после окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций. Именно в Уставе Организации Объединенных Наций были впервые заложены основы для международного регулирования и защиты прав человека. Если учитывать, что первые государства были созданы около 5000 лет назад, можно увидеть, что процесс эволюции прав человека – это достаточно длительный процесс, и только сейчас мы видим, что вот-вот международное сообщество и человечество пришло к такому достижению, как необходимость защиты прав человека. Однако не стоит обольщаться по этому поводу, так как даже в самых развитых демократичных правовых государствах права человека все равно могут нарушаться. Это может происходить и по незнанию законов, либо намеренно. И, конечно, в данном случае очень важно видеть, насколько развиты механизмы защиты прав человека в отдельно взятом государстве, а также на международном уровне, чтобы позволить любому человеку добиться соблюдения своих прав. В рамках международного права существуют специализированные комитеты при организации объединенных наций, которые занимаются соблюдением прав человека. Вот те международные договоры и конвенции, которые были перечислены ранее, многие из них предусматривают создание отдельных комитетов. То есть что это за комитеты? В принципе, это договорные органы, которые занимаются рассмотрением докладов каждого государства, члена данного комитета, по соблюдению прав человека в отдельно взятой стране. Но также существуют комитеты, которые имеют право рассматривать жалобы индивидуальных лиц на нарушение их прав. В частности, это комитет по правам человека, который рассматривает нарушения на права, защищаемые Международным пактом о гражданских и политических правах, а также комитет против пыток, который создан на основании конвенции против пыток. Сейчас я хотела бы рассказать немного о процедуре подачи обращений в комитет по правам человека, потому что компетенция данного комитета, она признана нашим государством, Республикой Казахстан. Перед тем, как подавать заявления в комитет по правам человека, лицо должно исчерпать все средства судебной защиты, которые предоставляются в его государстве. И только с этого момента, когда все средства исчерпаны внутри государственной системы, то есть включая подачу из жалобы в суды, в течение пяти лет лицо может подавать заявления в комитет. И таким образом очень важно рассмотреть, какие же механизмы защиты прав человека существуют на национальном уровне. Очень важно отметить, что в Республике Казахстан существует ряд механизмов по защите прав человека. Но в данной лекции мы осветим лишь некоторые из них. Во-первых, в Республике Казахстан существует административный порядок защиты прав. Например, в целях защиты прав и законных интересов любой человек может направить обращение, заявление или жалобу в государственный орган Республики Казахстан. Данная процедура регламентируется законом 2007 года по порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Согласно данному закону, ваше обращение должно рассматриваться в течение 15 дней, если не требуется информация от третьих лиц, либо же в течение 30 дней, если требуется дополнительная проверка. Далее, функцию по защите прав человека осуществляют правоохранительные органы Республики Казахстан, к которым относятся органы внутренних дел, прокуратура, а также суды Республики Казахстан. В-третьих, важную функцию по защите прав человека осуществляют специализированные органы Республики Казахстан, к которым относится Национальная комиссия по правам человека, а также Уполномоченные по правам человека Республики Казахстан. И сейчас я бы хотела более подробно рассказать об этом институте, а также дать практические рекомендации, как любой гражданин может направить свое обращение к Уполномоченным по правам человека и заявить о нарушении его прав. Уполномоченный по правам человека – это должностное лицо, которое в пределах своей компетенции имеет право принимать меры по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. В его функции, в частности, входит рассмотрение обращений граждан, иностранных граждан, а также лиц без гражданства, на действия и решения должностных лиц и организации, нарушающих его права. Также в пределах своей компетенции Уполномоченный по правам человека имеет право направлять обращение к государственным органам, если он видит, что действительно были нарушены права человека. Уполномоченный по правам человека осуществляет наблюдение за соблюдением прав человека и гражданина, а также в пределах своей компетенции он имеет право принимать меры по восстановлению нарушенных прав. Уполномоченный назначается президентом Республики Казахстан и независим своей деятельности. Причем любое незаконное вмешательство в деятельность Уполномоченного запрещено законом. Уполномоченный принимает и рассматривает жалобы о нарушении прав и свобод человека и гражданина. При этом, если уполномоченные считают, что действительно имело место быть нарушение этих прав. К уполномоченным может обратиться любой гражданин Республики Казахстан, в том числе иностранные граждане, а также лица без гражданства. Для того, чтобы обратиться к уполномоченным по правам человека, лицо должно направить обращение, либо лично, либо по почте, и в течение 30 дней уполномоченный предоставит вам ответ. Также важно знать, на какие действия можно подавать жалобы и обращение к уполномоченному. В частности, это касается на действия и бездействия отдельных государственных служащих и государственных организаций. При этом, уполномоченный, если он считает, что действительно было нарушено право человека, он имеет право направлять запросы в соответствующие государственные органы и получать от них объяснение. По истечении срока рассмотрения жалобы, уполномоченный по правам человека может принимать одно из нескольких решений. То есть, он может направить должностному лицу или организации рекомендации для принятия мер по устранению нарушения, он может нести предложение в соответствующие государственные органы о привлечении к ответственности лиц, нарушивших права заявителя, а также разъяснить способы и средства, которые заявитель вправе использовать для защиты своих прав и свобод. Либо же, в конечном итоге, он может передать обращение в надлежащие органы, компетенции которых относятся к разрешению жалобы по существу. Сейчас я хотела бы показать вам, как можно написать обращение к уполномоченным по правам человека. То есть, существует определенный стандарт направления обращения к уполномоченным по правам человека. Как вы можете видеть, в крайнем верхнем правом углу вы должны указать адрес. То есть, полномочный по правам человека, его местонахождение – это Республика Казахстан, город Астана, левый берег, дом министерств, 15-й подъезд. Указать свои данные, в частности, вашу фамилию, имя, отчество, удостоверение личности, адрес проживания. И далее, в форме самого заявления, вам необходимо перечислить фамилию, имя, отчество должностного лица или наименование государственного органа, допустивших, на ваш взгляд, нарушение прав. Указать, какое именно действие бездействия, по мнению заявителя, привело к нарушению права. Почему вы считаете, что данное действие бездействия нарушает ваши права. И, в-четвертых, указать, рассматривалось данное дело в суде или в другом уполномоченном государственном органе. Если оно рассматривалось, то необходимо предложить копии вынесенных решений. И далее, в заключительной части, вы должны обязательно указать, чего вы хотите от уполномоченного. То есть, в связи с вышесложенным, прошу, и далее указывайте, допустим, восстановить ваши нарушенные права. То есть, это та стандартная форма, по которой вы можете обратиться к уполномоченным по правам человека. После рассмотрения жалобы, уполномоченный вправе принять одно из нескольких решений. Во-первых, он может направить должностному лицу или организации рекомендации для принятия мер по восстановлению нарушенных прав заявителя. Во-вторых, уполномоченный может нести предложение в соответствующий государственный орган о привлечении к ответственности лиц, нарушивших права заявителя. В-третьих, уполномоченный может разъяснить способы и средства, которые заявитель вправе использовать для защиты своих прав. И, в-четвертых, уполномоченный может передать обращение в надлежащие органы, компетенции которых относятся рассмотрение и разрешение данной жалобы по существу. Если вы хотите получить более подробную информацию о данном институте, а также процедуре подачи жалобы, вы можете обратиться на сайт уполномоченного по правам человека Республики Казахстан www.amutsman.kz. На этом наша лекция подходит к концу. Надеюсь, что полученные знания окажутся для вас полезными, и вы сможете эффективно пользоваться и защищать свои права. Благодарю за внимание. Более подробную информацию о процедуре обращения в Комитет по правам человека и критериях приемлемости вы можете получить на сайте данного органа. Продолжение следует...